Госдума готовит ответ Международному Олимпийскому комитету. Депутаты дадут оценку решению о недопуске российских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2018 года. Спортсмены смогут выступить только под нейтральным флагом. Продолжит Оксана Устинова. Буквально год назад российских спортсменов пытались не пустить на Олимпиаду в Рио. И вот спустя полтора года не пускают атлетов на зимнюю Олимпиаду. Также МОК постановил, что ни один сотрудник Министерства спорта России не получит аккредитацию на мероприятие. Спортсмены в четырех лет готовятся к Олимпийскому циклу. Если они не попадут, они процентов 50 не попадают в дальнейшем. Это вся жизнь их спортивная, которую они отдали 15-20 лет. Но, конечно, несправедливость налицо. Я возмущена. У спортсмена жизнь одна. И по идее, в любом случае, он тренировался ради этого. Россия стала первой страной, наказанной именно из-за допинговых нарушений. Поэтому в Олимпиаде могут принять участие только те спортсмены, которых не обвинили в использовании допинга. Но под нейтральным флагом. Допинговые нарушения делали некоторые спортсмены. Не только в нашей стране, а в Америке. Ну, в принципе, во всем мире такие случаются негативы. Но наказать страну, опускать Россию, это, я считаю, большая политика. И это уравняется как санкция. Продолжение санкции теперь к спортсменам. Напомним, Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Для многих это будут последние игры. Возможности попасть на Олимпиаду у них больше не будет. Наша республика тоже рассчитывала на медаль. На зимней Олимпиаде Якутию должен был представить олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков. Сейчас многие за то, чтобы чистые спортсмены обязательно поехали на игры. На самом деле это бесчеловечность. И каждый нормальный спортсмен, каждый даже, который не имеет отношения к этому виду спорта, со стороны смотрит и полностью люди не понимают, что делают. И как бы люди шли к этому всю свою жизнь. Я знаю, почему это. Потому что наша страна, она самая сильная, это на самом деле одна из сильнейших держав в мире. Поэтому всячески делают, чтобы как-то ослабеть нашу страну. У них это не получится. Все равно ребята должны ехать и побеждать. Рассуждая, какой будет Олимпиада в Южной Корее для российских спортсменов, если их участие обставляют несправедливыми условиями, президент России вспомнил случай с якутским борцом Виктором Лебедевым. На прошлой Олимпиаде одного из наших спортсменов, борца вольного стиля, по-моему, его проверяли прямо перед выходом на ковер ночью, разбудили ночью. Он выиграл. Но он там в оборудок попал. Вот как это будет сделано, как организовано. Владимир Путин считает, что решать, ехать или нет на Олимпийские игры, должны сами спортсмены. Он также добавил, что не следует поддаваться эмоциям. Решение МОК обсудят в ходе Олимпийского комитета России предварительно 12 декабря.